Мы с вами уже говорили об особенностях различных уровней обучения. Мы обзорно рассматривали программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Сегодня мы остановимся на магистратуре более подробно. Согласно последним исследованиям программы образования, магистратура является наиболее востребовательной образовательной программой в последнее время. Почему это так? Дело в том, что последние достижения науки и техники ставят задачу образования перед достаточно сложным выбором. Рывок в прогрессе, который мы наблюдаем сейчас, особенно с использованием интернет-информационных технологий, делает знания, полученные во время образования, устаревшими очень быстро. В США даже ввели показатель, который называется период полураспада компетенции специалисты. Что это значит? Это значит, что за определенный промежуток времени уровень компетентности, полученный специалистам, падает приблизительно на 50%. Это время описывает фактически скорость устаревания знания, полученного при обучении. Этот показатель стремительно уменьшается. В настоящее время он достигает 5 лет по техническим специальностям. Как можно это понять? Это значит, что спустя 5 лет после окончания вашего технического образования, все, что вы выучили там, уже будет неактуально. Как же готовить специалистов, которые бы обладали достаточным объемом и глубиной знаний для того, чтобы работать по техническим областям и областям других наук в частности? Для этого необходимо строить такие программы, которые оперативно могли бы подстраиваться, быть гибкими при изменении технологических параметров. Если мы оценим сроки изучения в бакалавриате, то мы увидим, что эта программа слишком долгая и слишком основательная для того, чтобы быть гибкой. Обучение в бакалавриате приблизительно занимает 4 года. Если знание устаревает за 5 лет, то только в течение одного года специалист остается пригоден для того, чтобы работать по своей специальности. В этом отношении магистратура является более быстрой программой, более оперативной, и освоение ее занимает приблизительно 2-2,5 года. Можно понять, почему магистратура в последнее время становится все более и более актуальной. Студенты, которые даже закончили программу бакалавриата, ищут возможности переквалификации или получение образования по какой-то конкретной узкой востребованной специальности. Магистратура идеально подходит для этой задачи. Программы магистратуры в последнее время становятся достаточно узкоспециальными и помогают людям оперативно повысить свою квалификацию в той или иной области. Также нужно отметить, что в России становятся очень востребованы программы магистратуры по определенным узким каким-то специальностям. Также магистратура является своего рода курсами повышения квалификации для тех людей, которые уже состоялись в своей профессии. Известно, что программы MBA проходят с людьми по истечении какого-то определенного срока. Например, они пять лет работали по своей специальности, после этого они говорят, пойдем поучимся в MBA. Что же это за программа? Master of Business Administration дает компетенции, которые позволяют заниматься предпринимательской деятельностью или заниматься управлением в данной конкретной области. В этом плане программа является более практической. Она не дает фундаментальных знаний, но помогает, как эти знания могут быть применены в конкретной деятельности. Особенно это важно для руководителей и предпринимателей в этой области. Таким образом магистратура является той программой образования, которая действительно может ответить на запрос быстрой и качественной подготовки специалистов. Давайте рассмотрим, какие же есть признаки обучения в магистратуре. Что нужно знать, чтобы наиболее эффективно учиться на этой программе? Одним из важных аспектов построения обучения на магистратуре является, что магистратура это обучение для взрослых. Она предполагает достаточно большой уровень самостоятельности. Если в школе ваши домашние задания проверялись на каждом уроке, если в бакалавриате учителя достаточно сильно отслеживают выполнение вами заданий по чтению, написание письменных работ, иногда проводятся экзамены в середине семестра, то в магистратуре такие способы контроля уже не используются. Предполагается, что ученик достаточно мотивирован для того, чтобы самостоятельно изучать выбранный им предмет. Поэтому вы должны знать, что несмотря на то, что за вами никто пристально пошагово не следит, потом на экзамене вас просят все то, что вы должны были изучить в течение семестра. Как правило, уровень заданий, который вам дается, также делает упор на самостоятельность. Предполагается, что тема, которую вы выбираете для написания даже текущих работ, представляет для вас интерес. И вы будете заинтересованы, чтобы самостоятельно задавать вопросы, самостоятельно искать литературу и самостоятельно решать те задачи, которые дает вам преподаватель. Также нужно помнить, что программа магистратуры построена по европейскому образцу, который подчеркивает, что выпускник будет иметь определенную компетенцию, то есть способности решать определенные задачи после того, как он закончит обучение. Это значит, что обучение на магистратуре требует определенного уровня работы с литературой и также общекультурного уровня. Надо отметить, что магистратура более сложна академически. Уровень заданий более сложный, и для того, чтобы их выполнять, требуется больше времени. Это важно учитывать, когда вы планируете свой бюджет времени и оставляете промежутки времени для того, чтобы выполнить задание. Если на курсах по бакалавриату вам дают для прочтения одну-две книги, то программа магистратуры будет подчеркивать, что для освоения материала вам нужно будет прочитать один-два учебника и, может быть, еще три-четыре книги по данной тематике. Сложность программ магистратуры не значит, что нельзя их освоить. Просто нужно быть внимательным к такому количеству времени, которое вы посвящаете учебе. Магистратура рассчитана на научное исследование, пусть даже в каком-то начальном его варианте. Поэтому оно предполагает, что вы будете подходить к изучению вашей проблемы скорее научно, чем практической. То есть вы должны знать все взгляды, которые существуют на проблему, предложенную на протяжении истории. Это значит, что количество литературы, которая вам будет даваться для прочтения, количество взглядов, которые вам будут предлагаться для рассмотрения, будет существенно выше, чем на бакалавриате, где, как правило, вам предлагается один какой-то общепринятый взгляд. Магистратура требует определенных навыков учения. Это значит навыков обработки, чтения, анализа и систематизации информации. Об этом мы поговорим с вами на следующей лекции. Заключительная работа по магистратуре – магистрская диссертация. Как правило, написание ее выделяется полгода, и при этом назначается научный руководитель, который будет вести вас в этом исследовании. Магистрская диссертация, в отличие от работ, которые предлагаются на бакалаврском уровне, спрашивает не только уровень владения материала, но и предположение собственной гипотезы, каким образом поднятая тематика может быть решена. Как правило, магистрская диссертация включает в себе две части. Первая часть – это теоретическое освещение поднятой проблемы. Вторая часть – предложение или гипотеза, каким образом эта проблема может быть решена. Практическая часть может включать в себя программу образования или, например, интернет-приложение, как можно решаться та или иная проблема, или другие способы практического решения. Как правило, выводы в магистрской диссертации делаются по итогам практического решения вопроса. Ваша гипотеза может быть подтверждена или не подтверждена. Магистратура подразумевает интерес человека к научно-исследовательской работе. Большое количество выпускников магистратуры либо идет работать в науку, либо занимается преподавательской деятельностью. Поэтому часто тех, кто учится на уровне магистратуры, берут помощниками-преподавателями. Педагогическая деятельность – это один из возможных вариантов занятости после обучения магистратуры. Итак, мы сегодня поговорили с вами о магистратуре, об актуальности этой программы на сегодняшний день и также о некоторых чертах, которые подчеркивают, каким будут обучения на магистратуре. Успешной вам учебы!